Друзья, здравствуйте! Это Кузнецов Дмитрий. Предлагаю вашему вниманию очередную подборку. Как оказалось, наш опыт венчался успехом, людям нравится слушать что-то из старенького, а уж тем более просят почаще делать подборки. Поработали на самом деле, у нас все интересное на канале, но выбрали такие, на наш взгляд, вызывающие внимание, часто просматриваемые. Для новых подписчиков вообще будет актуально, ну а для старых людей, подписчиков нашего канала, я имею ввиду старых, с точки зрения нахождения на нашем канале, посмотрите, сравните, что сейчас происходит, и чтобы было тогда, как ничего не изменилось. Давайте слушать. Алло. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте, мне необходимо услышать, это вы Марина Евгеньевна. Кто ее спрашивает? Там 6 банк и картань, работа за должность Лебедева Юлия Валерьевна. Можете всю информацию сообщить нам, мы предоставляем интересы, она нам доверенность написала и заключила договор на юридическую защиту. Доверенность в отделении банка предоставляли? Это не обязательно. Ну как это не обязательно? Ну просто не обязательно. А как будет банк работать, неизвестно с кем? Мы будем письма вам писать от ее имени. Так вы сначала отошлите письмо, где указано доверенность? Само собой там будет копия доверенности, конечно же. Тогда это будет? Это нам решать. У вас есть вопросы, вы пожалуйста задайте эти вопросы в письменном формате, вы знаете, что по закону это вполне легитимно. Я вам звоню и даже мы представления не имеем к слову. Ну а я не имею привычек. Почему, пожалуйста. ООО «АЛЯМ» Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, руководитель организации. Ну вот как доверенность будет предоставлена в отделении банка, когда диалог состоится. До свидания. До свидания, конечно. Конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Алина Леонидовна знакома, подскажите, пожалуйста. Да, знакома. Меня зовут Светлана Юрьевна, я инспектор управления правовным долгом. Альфа Ванка. Ее мобильный номер, на который я позвонила, да? 3-73-31 по сути. Она включила переадресацию, и теперь вы разговариваете с дежурным юристом компании «АЛЯМ». Меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, я вас слушаю. Очень приятно. Номер Альфа-Банка сообщите, Алине Леонидовне запишите, пожалуйста. Говорите. 8-495. А, у нас есть этот номер, вы уже 150 раз звонили, наши социалисты записывали. 780-47-00, да, есть такой? Да, конечно. У нас есть от Альфа-Банка информация, более того, вы должны были в самое ближайшее время получите письма от нее. Ну, я услышала вашу позицию, мы ждем звонок от Алины Леонидовны, передайте ей, что это очень важно, ее интересы. Ну, сообщите нам, что там важного-то. Ну, вообще, в целом, вы представлять ее интересы можете только лично, в отделении Альфа-Банка с нотариальной доверенностью и так далее. Поэтому по телефону, по телефону я не буду. Ну, хорошо, не надо. Но вся информация у нас есть в договоре, в документах, которые она вам предоставила. Более того, мы запросили всю информацию в письмах, да. Вы можете только лично, поэтому передайте ей информацию. Нет, представлять интересы я имею право на основании договора и в том числе на основании нотариальной доверенности. И ходить в банк... Она передать право, представлять ее интересы просто не имеет права. Как это? Почему? До свидания. До свидания. Алло. До свидания. Мы с вами попрощались. Всего доброго. И я вам говорю до свидания. Кладите трубку. Здравствуйте. Здрасьте. Слушаю вас. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. Правильно? Кто это? Меня зовут Елисеева Екатерина Валерьевна. Специалисты для нас достания компании МВА Финансов. И чё? Вам нужно? Дата рождения 28-го. Правильно? А ваша какая? Я... Ну, ответите, я вам скажу свою. Не-не-не, вы первый мне позвонили. Скажите вы сначала. Ещё данные паспорта своего не забудьте мне сообщить. Чё подождать-то? Дмитрий Евгеньевич, мы с вами что будем? Вопрос на вопрос? Как я захочу, так и будет ты мне звонишь, а не я тебе. И я выбираю формат диалог. Если я вообще соизволю с тобой овца разговаривать. Слышишь? Овца. Да мы с тобой вообще на оскорбление перешли. МВА Финанс только такой манеры общения и заслуживает. Нашли меня чем удивить. Нашли меня чем удивить. Ха-ха-ха-ха. Ты не удивляешься уже, когда тебя овцой называют уже. Стиль жизни, да? Нет. Людям жизнь портить. Вот тварина, а. Ну, давай, попробуй попорти мне. Только скажи, что у тебя запись разговора, и ты меня рисовать решила. Мы сами себе испортили. Кого? Я себе испорчил? Ну и че же я её себе испортил? Вот вы мне звоните, дебилы, в день по несколько раз. Смотри, какой я весёлый от этого. Да как же? Почему я? Почему? У меня были деньги, я их потратил на свои нужды. Чем это я себе жизнь испортил? А ну, объясни, пожалуйста. Дмитрий Евгеньевич, а при чем-то твоя жизнь не ваша? Вы сказали, вы что, мне жизнь хотите испортить? Нет, ну ты же сказала, что вот я себе испортил жизнь, кредитов набрал. Ты-то себе испортила, потому что ты на такую работу пришла. Видимо, ты больше реализоваться не можешь, да? У меня нет работы здесь, а у вас вообще ничего нет. Чего ты взяла? Чего ты взяла? Чего ты взяла, что у меня нет работы? Очень хорошая частная практика. Сейчас ты, наверное, напряглась. Укану тебя поднапрягся. Ко мне? Ко мне не обращаются? А ну загляни в YouTube. Да. Вот тебе есть повод. Как там я посмотрю? У меня тоже запись включена. Я заглавлю. Наберешь в YouTube канал Кузнецова Дмитрия Евгеньевича. Слышишь? Канал в YouTube Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. А вот наберешь и там все ответы на свои дебильные вопросы ты получишь. Передай, пожалуйста, ссылочку своим коллегам. Да кто ж тебе может быть интересен, кроме тех, кто блеет, мычит, оправдывается. Понимаешь, ты сейчас разговариваешь со вменяемым человеком, знающим закон, знающим себе цену, в отличие от тебя. Как это ты не заметила? То, что я тебя дерьмом обливаю, так это ты сама выбрала. Да нет, я вполне интеллигентный человек. Но с такой публикой, в которой ты общаешься, я... Ты что, с ума сошла? Так вы, значит, тебя равняете к таким гражданам? К таким, как ты, да боже упаси. У меня самооценка, Дмитрий Евгеньевич. У меня самооценка совершенно стандартная. Аплата у вас поступает до 30-го человека. Нет, самооценка стандартной не бывает. Она бывает завышенная. Или? И низкая, Дмитрий Евгеньевич. А почему же нет места в этой градации стандартной самооценки? Ты что, привыкла по краям ходить, да? Дмитрий Евгеньевич. Есть стандартная самооценка. Запомни. Общепринятая. У вас долги на такую сумму долга. А какая ты... Какие думаешь у меня долги? Ну-ка скажи, на какую сумму у меня долги, как ты думаешь? На какую? Мне неинтересно, на какую сумму в общем у вас долги. Мне интересно, чтобы вы оплатили перед Ханты-Манскиским банком открыть свой долг. Кому вы еще должны? Это что-либо ваши трудности. Ну и в том числе, да, и ваши трудности. Потому что тебе приходится приходить на работу, садиться за свою аппаратуру и звонить мне. А, значит, ты ущербная гражданочка, раз тебя устраивает такая работа. Портить людям жизнь – это очень плохой выбор. Не буду. Не хотите не оплачивать, не значит банк будет. Он это, в принципе, вам уже выставил досрочное погашение. И? Дальше что будет? Ну да. Так. Угу. Угу. У меня шикарно. Было не очень. Ты позвонила прямо, улучшилась. И банк будет требовать… Угу. 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 МБА Финансы, меня зовут Новикова. Марина Александровна, вам поступил автоматический звонок. Скажите, пожалуйста, Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, это вы? Как фамилия? Новикова? Новикова Марина Александровна, МБА Финансов. Да, это Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. С какой причине вы не производите оплату по кредиту в банкерский стандарт? Кому-кому? Кому оплату не произвожу? С какой причиной вы не оплачиваете в русском стандарте задолженность по кредиту? А вам какая разница? На сегодняшний день по карте Visa Gold у вас неоплаченная задолженность. Срок просрочки 478 дней. Банк требует от вас платить деньги. А вы откуда знаете? И предлагает реструктуризацию на сегодняшний день. Мы представители банка, Дмитрий Евгеньевич. Вас неоднократно об этом информировали. Кто информировал? Наши специалисты. Вас информировали. Слушайте, мне 25 раз могут в день позвонить якобы специалисты. А вот пока банк ни разу не позвонил и не сообщил о том, что он каким-то там специалистом перед... Чё, а как я... Не вернётесь к тебе статус заёмщика, банк не будет, вам звонит. Так, друзья мои, вы кто? И чё теперь? Да пускай работают. Им делать нечего этим коллекторским агентствам. Там пускай работают. Ну, это вам, наверное, делать нечего. О, у меня очень много дел. У меня очень много дел. И как раз занимаюсь вот этими делами, помощью. У вас, наверное, имеется хороший доход, так почему вы не возвращаетесь в деньги по кредитам? Да вам какая разница? Вы кто такие? Ну, а вы кто такой со мной? Ещё раз повторяю. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. Занимаюсь тем, что помогаю людям, которые попали в трудную финансовую ситуацию. А именно с банками. Если вы мне сейчас аргументированно ответите на мой вопрос, почему я вам должен давать отчёт, я вам дам этот отчёт. Аргументированно. Аргументы нужны. Потому что вы должник на сегодняшний день в банк поручил работу с вами. Это только слова барышня. Аргументы, номер доверенности, которую вам выдал банк, номер договора, дата составления агентского договора. Да. Но пока что она никакого отношения к логической информации. Да. С огромным стажем. Пока меня банк не уведомит о том, что он передал. Потому что очень много мошенников на белом свете. Вы абсолютно не разбираетесь. Ох, да ладно. За 12 лет не разобрался, да, вы считаете? Барышня, сколько вам лет? Я, наверное, занимаюсь работой, юриспруденцией. Чуть-чуть меньше, чем вы на белом свете прожили. А чем вы хвалите? Я ничем не хвалюсь. Лучше пошли бы и оплатили по карте. Зачем? Договор во многих частях не соответствует действующему законодательству. Он в суде автоматически будет признан ничтожным, если банк попробует подать в суд. А зачем мне это делать? А ну сообрази-ка. Зачем мне это делать? Вы так по-хамски общаетесь? Да тебе просто непривычно. Ты привыкла, что перед тобой мычат и блеят. А с тобой разговаривает уверенность в себе. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Восток Финанс», город Москва, разговор на запись. Кузнецов, Дмитрий Евгеньевич. Знаком вам? А вы кто такая? Что спрашиваете? Меня зовут Виктория Олеговна. Я старший специалист в судебном отделе компании «Восток Финанс». 127-576, город Москва, абонентский ящик «Восток Финанс». Так вы не ответили. Дмитрий Евгеньевич, Кузнецов. Возможно, это вы? Все возможно. А вас не учили, да, представляться, когда вы звоните, вторгаетесь лично пространство? Я же вам уже представилась. А сразу надо было это делать. Кузнецов, Дмитрий Евгеньевич, это вы? А то я испугался. Я еще не доверяю вам. Дмитрий Евгеньевич, звоню касательно вашей задолженности перед Банком «Русский стандарт». Сумма долга 341 861 рубль 19 копеек. Звонили наши коллеги, вам 22 января, разговаривали с вами по этому поводу. Что вы с того момента предпринимали для того, чтобы решить этот финансовый вопрос? Ваши коллеги мне звонят на протяжении двух месяцев, чем меня очень сильно радует. Очередной ваш звонок… Так а что вы предпринимаете все это время? Зачем? Зачем? Вы же перестанете звонить, верно? Дмитрий Евгеньевич, значит у вас есть задолженность, вы об этом прекрасно знаете. И то, что долги не исчезают бесследно, в любом случае рано или поздно вам придется возвращать… Да ладно, что за брить? Сейчас сумма 341 861 рубль 19 копеек. Кредитор требует нести оплату на протяжении двух дней, предлагает вам пока реструктуризацию на 13 месяцев. Оплачиваете сегодня либо завтра 81 565 рублей, соответственно остаток вашего долга вам реструктуризируют на 13 месяцев. Сможете оплачивать ежемесячными платежами. Если оплата не поступает, вам будут начисляться штрафные санкции. Статия 330 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сумма долга будет увеличиваться, соответственно. Должны понимать все последствия, которые вас ожидают из-за вашей неоплаты. Сейчас, если у вас какие-то возникают трудности, нет возможности оплатить 81 565 рублей по акции. Так вы представьте себе, как вы будете оплачивать, когда сумма будет еще больше. Возможно даже на порядок выше. Не успеете воспользоваться реструктуризацией. Какой ужас. А мне каждый день два дня дают. Каждый день уже на протяжении двух лет. Каждый день вам звонят из два дня. И вы ничего не предпринимаете. Дмитрий Евгеньевич, вы таким образом можете дождаться момента, когда в один из прекрасных дней придется открыть дверь Федеральной службы судебных приставов. Они тогда уже не будут ждать ни день, ни два. Придут, опишут ваше имущество, а вы останетесь без нужных для вас вещей. Да ладно, по если нету имущества. Найдут, вы не переживайте. Да что вы говорите. Вам этот долг не спишут в любом случае. А вы знаете страшную новость? Поступает 81 тысяча пятьсот шестьдесят пять рублей. Сегодня и позавтра. Поступает оплата? Да, конечно, конечно. Смотрите, вот Дума, Санкт-Петербург... Поступает оплата? Вы не ответили на мой вопрос. Оплата поступает сегодня позавтра. Я не намерен. Понимаете, я вам еще не давал возможность ни одной буквы говорить. Я вам скажу страшную новость. Отказывайтесь отвечать на вопрос. Дума, Санкт-Петербург... Санкт-Петербурга... 81 тысячи пятьсот шестьдесят пять рублей не поступает. Завтра отказались исполнять требования кредитуры без закона. Да, 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 да. Общая сумма долга составляет 341 тысяча, 861 рубль 19 копеек. Вас закроют все, что твои мать и скоро, очень, и тебе тоже. Да. Это главный специалист административного обыскания Виктория Вадимовна. Группа Сбербанк информировала, создавая разговоров. Выходит не слов Дмитрий Евгеньевич. Группа Сбербанк, Виктория Владимировна, главный специалист Банка Сбербанк. Все верно. Все верно. А я не верю. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич вам знаком? Очень хорошо, знаком. Можете передать ему информацию? Как это, если... Какую же информацию? Наш номер телефона, нашу единую горячую службу, которую купить не так уж и легко. Все сделать с ней нелегко. Вы можете передать номер телефона или нет? Какой? Куда? Кому? Так, активного диалога у нас с вами не получится. Ну хорошо, звонки вам будут продолжаться. Да, пожалуйста, жалко что. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, алло. Я вас слушаю. Добрый день. Я знаю, что вы слушаете. Добрый день. Да. Что да? Добрый день. Добрый день вам тоже. Замечательно. А вы Дмитрий Евгеньевич Кузнецов, да? Не знаю, а вы кто? Так вы знаете Дмитрия Евгеньевича Кузнецова? А вы кто? Гагарин я. А вы? Ну и что? А эти ТОВ? Замечательно. А так Кузнецова Дмитрия Евгеньевича знаете? А вы почему интересуетесь? Денег хочу. Что хотите? Денег. От Кузнецова Дмитрия Евгеньевича. А нахуй не ходил давно? Куда? Нахуй. Нет. Никогда не был там. Сходи, понравится. Нет. Ну не знаю, не знаю. Вы были уже? Где? Не знаю. Ты что, бешеный там звонишь мне? Ответьте на вопрос. С кем приходится Кузнецова Дмитрия Евгеньевича? Я же тебе сказал, куда сходить там тебе все равно. Не тебе, а вам. Да ну ладно. Не конструктивный идиок. Не представляете, с вами еще свяжемся. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Главный специалист административного взыскания Юлия Александровна. Группа Сбербанка. Оформировалась в запись разговоров. Кузнецова Дмитрия Евгеньевича, я могу слышать? Откуда вы, я знаю, можете вы меня слышать? Можете к доктору к своему обратитесь? Может, у вас с ушами не все в порядке? Я вас спросила, я могу слышать Кузнецова Дмитрия Евгеньевича? Откуда я знаю, как у вас слух? Нормально, ненормально? Можете вы слышать? Замечательно. Вы определите для себя, в первую очередь? Что значит, это вы? Это вы, Кузнецова Дмитрия Евгеньевича? Допустим. Это не ответ. Там не все равно, ответ это не ответ. Я, смотрю, вы не готовы к структивному разговору. Мы там свяжемся позднее. Всего доброго, до свидания. Вам не кашлять. И вам до свидания. Вам не кашлять. Алло. Здравствуйте. 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 Дмитрий Евгеньевич Кузнецов? Кто это? Спрашивает меня. Специалист компании «Индайфинансы». Меня зовут Кулешова Анастасия Анатольевна. Ну и что, Анастасия Анатольевна, вы хотите мне сообщить? Так, я вам звоню по задолженности перед Хантамансийским банком открытия. У вас имеется задолженность на сегодняшний день 609 800 рублей. Банк требует оплатить данную задолженность до 27 мая. Оплата от вас откуда, Дмитрий Евгеньевич? Ну, за первую часть, собственно говоря, вашего монолога «Спасибо». А вот во втором формате, конечно, на эти вопросы отвечать не намерен. Я так подозреваю, вы по агентскому договору трудитесь, да, на основании агентского договора. Вы позвонили, сообщили. Можете даже, да, 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 и Гражданский кодекс там можете, конечно же, напомнить мне. Ну и о возможных последствиях давайте сообщайте. Ну, знаете, на вопросы я вам отвечать не буду. Вы отказываетесь от общения? Конечно, отказываюсь. Но это вас не освободит от оплаты данного долга. Вы на данный момент... Это не вам решать. ...вы подписали кредитный договор. Он является возмездным? Так и что? Вы взяли денежную сумму, необходимо вернуть ее 100%. Я у вас ее взял. Чего вот вы свое время тратите на меня уже 7 месяцев, как идиоты? Вы понимаете, это договор внимательно. Да я все читал, все читал. И уже в судебной канцелярии давным-давно подсчитано. 4191 день просрочки. Да, да, да. Вот вы YouTube смотрите, знаете, такой ресурс в интернете? YouTube. YouTube. Дмитрий Евгеньевич. Сегодня вы будете очередной звездой YouTube. Давайте, говорите. Ну, что она замолчала? Вы меня слышите или нет? Конечно, очень хорошо слышу. Вы будете со своими родственниками разговаривать? Да, конечно, буду. Ну, что вы там за моих родственников-то переживаете? Оплата от вас поступит? На вопросы отвечать я не буду. Не хотите разговаривать? Почему? Хочу, хочу, хочу разговаривать. Но о моих финансовых делах я разговаривать не намерен, как вы заметили. А вот о вашем, о вашей жизненной позиции жалко. А я непосредственно говорила по финансовым делам. Да ладно, а вам кто делегировал возможность задавать мне вопросы? Помните, да, про агентский договор? Я фиксирую вам отказ, значит, фиксирую вам отказ от оплаты или направляю дело в банк. Ютуб, набирайте, смотрите. А знаете, ваши прописки, регистрации, вы изнаношения? Да уже были, были. В Урху, улицы, доблести. Нет, не доблести. Вы были замечательные, значит, ждайте постпорно. Кому там еще синяк поставить? Ну, вот так, друзья. Роликом этим, там, от 8 до 9 месяцев, почти год назад, ничего не изменилось. Для кого законы существуют в нашей стране? В чью защиту они выпускаются? Только одному, знаете, не знаю, Богу известно, может, и ему неизвестно. Зачем они это делают? Законы новые выпускают, если главные виновники изменения, ужесточения законодательства, как были проходимцами, так и остаются. Вы же видите, как они продолжают взыскивать вот такими же манерами, как год назад, так и сейчас тоже самое. происходит. Но есть выход. Есть простой, до безобразия, до неожиданности выход. Просто-напросто разобраться во всем этом. И реагировать только на законные требования, а не на всякую чепуху. Обложить себя документальным рядом. Сделать все по уму, грамотно, правильно. Не можете сами обратиться к юристам. Если можете сами, только приветствуется. Отправьте все необходимые письма в банк. Сделайте это грамотно. Обложитесь доказательствами того, что вы с банком пытались договориться. И никакой вам суд не страшен будет. В суде тоже можно совершенно спокойно выходить на комфортные платежи, а не на те цифры, которые банка навязывает. Вот я вам скажу, мне 8 месяцев назад навязывали эти 300 тысяч. При том, при всем, что было на карте 200, я выплатил где-то 390. Они вот в этом ролике вы слышали, что 300 с чем-то еще я должен. Сейчас я уже должен, кто новые ролики слушает. Они до сих пор мне продолжают звонить, только уже другие коллекторы, даже просто сам банк уже звонит. Уже там под 900 должен. Что, где берега вообще видят? Они хоть помнят вообще, сколько я брал. Понимаете, я этого не боюсь. Потому что я понимаю, разбираюсь. И поверьте, здесь ничего прям сверхъестественного непостижимого нет. Да, конечно, где-то нужно грамотный подход проявить, где-то нужны профессиональные знания юридические. Но для этого и существуют фирмы, подобные нашей. В описании ролика есть сайт на нашу, простите, ссылка на наш сайт. Там выложен ролик. Что мы для вас делаем? Как мы это сделаем? В какие сроки? Сколько это будет стоить? Посмотрите, не поленитесь. Убедитесь, что это намного выгоднее, чем платить бесконечно в банк какие-то платежи. И постоянно узнавать, что кредит у вас не уменьшился, а только увеличился. В нашем с вами случае все совершенно по-другому. Если вы обратитесь к нам, мы сделаем так, что уже через год вы совершенно свободно будете дышать. И всем говорят, что у меня нет кредитов. Я никому ничего не должен. Еще раз повторяю, ссылка в описании ролика. На этом сайте есть видео. Все рассказывается, все по полочкам разложено. Посмотрите, не поленитесь. И полезно, и эффективно. Понравилась эта подборочка, этот ролик понравился. Ставьте, пожалуйста, лайки. Не жалко, если подписывайтесь на наш канал, кто не подписался. Также есть ссылочка на нашу группу ВКонтакте. Там все ролики до одного дублируются. Вступайте в группу ВКонтакте. На связи был Кузнецов Дмитрий. Центр юридической защиты компании АЛЯН. Всего вам хорошего. До свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok